Продолжение следует... Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и сегодня я хотел бы поговорить с Вами об огромном апдейте Polybrush, который теперь называется TEA Conceptor. Ставим палец вверх, пишем комментарии, подписываемся на канал, если Вы не подписались. Вся эта активность очень важна для него. Не подведите. И я начинаю. Это разработка моего лучшего друга Арсения Кораблева и он сделал огромный апдейт, который по сравнению с Polybrush намного стабильнее и имеет более удобный интерфейс. Поэтому сейчас ее гораздо проще освоить, чем раньше. В данных видео, я хотел бы поговорить о том, как я использую TEA Conceptor в своем workflow. Прямо сейчас, Вы можете записаться на бесплатный бета-тест и для этого достаточно зайти на сайт polybrush.org или нажать на подсказку, которая сейчас выскочит вот здесь. После чего, просто нажимаем на Download for free and start using. И у Вас откроется новая страница, на которую можно скачать бета-версию нажав на кнопку Я хочу это. Перед этим, просто пишем 0 в справедливой цене. Также, при желании, Вы можете сделать предзаказ лицензии на 1 год за $25 или за $150 получить lifetime лицензию. Да, если Вы же все же собрались это сделать, желательно делать это сейчас, так как цены будут расти. И в скором времени, выйдет презентация TEA с CGM здесь на сайте, в которой Арсений рассказывает и показывает много полезного, связанного с данной программой. TEA Conceptor можно использовать для разных задач и например, вот недавняя работа Арсения, в которой он практически все создал, используя возможности программы. Перейдя по ссылке, Вы также сможете посмотреть 27-минутную презентацию TEA. И давайте же наконец, приступим к обзору тех функций и инструментов, которые я использую в своем Workflow. При первом запуске программы, у Вас появится окно, в котором можно будет поменять размер интерфейса и выбрать варианты горячих клавиш, которые удобны именно для Вас. Я обычно оставляю все по умолчанию и нажимаю ОК. Сразу хочу предупредить, что я не буду рассказывать прямо обо всем в TEA Conceptor. Я хочу показать лишь то, что мне очень нравится и я часто использую. Кстати, пресет горячих клавиш всегда можно поменять. Для этого достаточно зайти в меню Tutorial и выбрать Navigation Help. И если вдруг Вам не нравится стандартный цвет интерфейса, Вы также можете поменять пресет и получить другую цветовую гамму. Первое, что меня безумно впечатляет, это сама концепция TEA, когда у Вас есть специальный Plane, который можно вращать с помощью зажатого Ctrl левой кнопки мыши. Передвигать в пространстве с помощью зажатого Ctrl и правой кнопки мыши. И сам Pivot Point Plane можно перемещать с помощью зажатого Ctrl и средней кнопки мыши. Так в чем же крутость этой концепции? Именно благодаря этому Plane, Вы очень точно можете скульптить в пространстве или делать какой-то KitBash. Например, сделать какой-то мазок, затем повернуть Plane и благодаря специальному затенению на модели, Вы увидите, из какой точки будет производиться следующий мазок. Делаем его и уже получается какая-то модель в пространстве. Как по мне, это очень круто и удобно, так как можно спокойно слепить что угодно, не теряя времени на стандартный моделинг. Чтобы сбросить положение Plane, нажимаем Escape и при желании, Вы можете включить симметрию, нажав на данную иконку. Затем немного отодвигаем блоскость от центра и теперь, если Вы будете рисовать таким образом, у Вас будут симметричные мазки. При этом, если поворачивать Plane и продолжать что-то рисовать, Вы сможете создавать достаточно сложные модели, даже используя стандартную кисть. Причем, в настройках кисти, Вы можете выбрать Constant и получить совсем другую форму. Уменьшить радиус с помощью правой кнопки мыши и нарисовать какую-то такую. Также, при желании, можно выбрать любую другую кисть и использовать KidBashen, который позволяет просто растягивать модель в пространстве. Затем, можно выбрать квадратную кисть и построить какую-то такую конструкцию. После того, как Вы закончили построение, при желании, можно сделать Remesh и получить совсем другой концепт. Я часто использую этот инструмент для поиска формы. У него также есть свои настройки, благодаря которым можно получать разные варианты remeshing. Если Вам недостаточно этих настроек, то можно перейти сюда и выбрать более навороченный remeshing. Выбираем Quick Remesh и у Вас появятся дополнительные настройки. После того, как Вы довольны результатом, нажимаем Apply All и получаем готовую детализированную форму. Затем, при желании, Вы можете отредактировать модель с помощью того же Move инструмента. Затем, чтобы сделать ремешhing и получить совсем другую модель. Снова что-то дорисовать и опять сделать ремешhing. Как видите, с пленом можно получать все, что угодно за короткий срок. Чтобы удалить модель со слоя, просто нажимаем корзину внизу. Также, при желании, Вы можете размещать каждый мазок на отдельном слое. Чтобы создать слой, нажимаем данную иконку. Давайте теперь поговорим о китбашинге. Справа расположена большая библиотека кистей, которые можно использовать для него. А прокрутка вниз производится с помощью зажатой правой кнопки мыши. Как видите, разработчик предусмотрел такую подсказку. Вверху расположены все кисти, которые создаете Вы сами или другие пользователи, которые поделились ими. Внизу стандартные кисти Tei, которые изначально с ней шли в пакете. Выбрав любую из кистей на панели, Вы можете начать китбашинг, если она предназначена для него. Так вот, благодаря плену можно делать очень удобный китбаш. А если еще включить симметрию, то у Вас сразу же будут получаться шедевры. Вы достаточно быстро и просто можете построить какой угодно концепт. Главное, практиковаться и не сдаваться. При желании, можно спокойно редактировать готовую кисть. Для этого достаточно два раза кликнуть на ней и открыть специальные настройки. Например, в вкладке форм, Вы можете поменять положение модели, тем самым получить абсолютно другой ассет. Удобство китбашингов Тей заключается в том, что все модели вытягиваются из определенной точки. И таким образом, можно достаточно быстро сконструировать какого-то робота или другую механическую конструкцию. Кстати, если зайти в вкладку строк, Вы быстро сможете конвертировать модель в мазок и рисовать ею. А также быстро вернуть в исходное состояние с помощью опции Reform Along. Это позволяет комбинировать несколько техник и еще больше расширяет Ваши творческие способности. На данный момент в Тей уже много кистей и я рекомендую выделить время для просмотра всей библиотеки. Возможно, Вы найдете любимую кисть или несколько кистей и они упростят создание Ваших аварных моделей. Но если вдруг, Вы не нашли нужные кисти, разработчик предусмотрел возможность их создания. Как раз сейчас об этом поговорим. Я расскажу, как создать свою кисть, которую можно будет использовать для китбашинга и рисования сложных форм. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Не забываем нажимать на превьюшки, чтобы посмотреть остальные мои уроки или плейлисты. А также пишем в комментариях, что больше всего понравилось или не понравилось в данном видео. Всем мир!